Сейчас у нас новость с пометкой срочно. На здании ФСБ в Хабаровске, на улице Волочаевской, совершено вооруженное нападение. По словам свидетелей, была стрельба. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов и несколько автомобилей скорой помощи. Как сообщает наш гражданский журналист, один из сотрудников ФСБ погиб. Кроме того, еще один получил ранение. Эти данные уточняются. Нападавший также получил ранение и скончался. Об этом также сообщают наши гражданские журналисты. Можем мы в прямом эфире наблюдать трансляцию, которую организовали через приложение LifeCore. На место вызваны кинологи и саперы для проверки содержимого. Сотрудники ФСБ глушат сигналы мобильной связи в районе места происшествия, но нашему гражданскому журналисту, тем не менее, удается транслировать с места событий все происходящее. На перекрестке Муравьево-Амурского-Волочаевское собралось уже несколько десятков хабаровчан. За красной ленточкой их, конечно же, не пускают. Дорожная обстановка тоже в центре города резко ухудшилась. Уссурийский бульвар и улицы Ленина парализованы. Автобусы некоторые изменили свои маршруты в связи с инцидентом и в связи с перекрытием дорог. В настоящий момент они движутся по другим направлениям, объезжают место происшествия. Сейчас на месте событий, конечно же, приехали туда машины скорой помощи и полиция. Кроме того, сами сотрудники ФСБ пытаются выяснить, что же произошло. Людей за ограждение полицейское не пускают, но собралось достаточно действительно много зевак. Им также не сообщают никакую информацию. Просто люди видят, что очень много полицейских машин собрались у здания ФСБ в Хабаровске. Я напомню, что совершено на него вооруженное нападение. Свидетели сообщают, что стрельба велась и сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, что же случилось. И есть у нас данные, что один из сотрудников ФСБ получил ранение. И нападавший, по нашим данным, также получил ранение и скончался, но эти данные пока не подтверждены. Прямую трансляцию с места событий ведет наш гражданский журналист через приложение LifeCore. Нельзя.